Мы совершили промежуточную посадку в Анкаре, аэропорт Эсенбога. Назван в честь турецкого полководца Эсенбога, войска которого располагались тут рядом в деревне в 1402 году, во время битвы за Анкару. Заправка закончена. На щитке централизованной заправки закрылись все краны, горят зимние лампочки и горят желтые нижнего ряда. Топливные группы заполнены. Забавно, но само слово Эсенбога переводится как «спокойный бык». Но сегодня этот перевод не соответствует действительности. Никакого спокойствия в аэропорту нет. Он ежечасно принимает десятки пассажирских и грузовых рейсов со всего мира. Готовимся к выруливанию. Мы на исполнительном старте. Включен большой свет фар. Машина начинает разбег. Пока ожидали расчетного времени взлета, пошел мерзопак, костный дождь. Стекающая по стеклам вода ухудшает видимость на взлете. Но на этой полосе есть световая осевая, что облегчает выдерживать направление на разбеге. Самолет нехотя, очень медленно набирает скорость, загруженный, как говорится, под завязку. Аэродром горный, превышение 953 метра. Это снижает мощность двигателей. И пока не достигнем расчетной скорости, отрыва не будет. До бесконечности долго тянется время. Дворники монотонно смахивают воду со стекол. Полоса длинная, 3750 метров. Поэтому подрывать самолет раньше времени нет необходимости. Да и небезопасно. И вот груженная машина наконец отрывается от полосы и уходит в ночное небо Турции. Еле-еле ползем вверх. Главное набрать безопасную высоту, которая гарантирует отстолкновение с горными вершинами. Благо на борту работает ЖПВС. На его экране отчетливо и ярко видны вершины сопок и проходы между ними. Набрали 5150 метров. Все, что возможно, из машины уже выжили. Штурман всматривается в экран локатора, отыскивая проходы между опасными засветками. Внезапно выскочили из облаков. Под нами ночной Ереван. При полетах в Кабул топливо необходимо брать и на обратную дорогу. Нас там не заправляют. Отсюда и проблемы. Вид восходящего солнца в небе – это неописуемое зрелище. Яркий огненный шар как бы напоминает о цели нашего предприятия. Подходим к Кабулу. На одном из высотомеров командир устанавливает давление аэродрома. Потом не будет времени. Выше и ниже пронеслась пара истребителей. Все произошло так быстро, что даже не успели заснять на камеру. Чтобы показать, как это выглядит, нажали кнопку «Тест». Так смотрятся конфликтные борты, запрещенные и разрешенные зоны к маневрированию. Экипаж готовится к выполнению захода на посадку с максимальным градиентом снижения. Плавненько убираются руд до нуля сначала внутренних, а затем внешних двигателей. Самолет переводится на снижение и валится в правый крен боевого маневрирования. И тут нужно следить за ограничениями, не допуская увеличения числа М выше 0,7 и приборной скорости более 610 км в час. При достижении вертикальной скорости 30 метров в секунду ослабить давление на штурвал от себя и плавно довести вертикальную скорость до 40 метров в секунду. При этом стрелка вариометра пройдет отметку снижения 30 метров и остановится в верхней части шкалы, показывая как бы 20 метров в секунду набор высоты. При таком снижении работать штурвалом необходимо очень плавно, сохраняя постоянную вертикальную скорость 40 метров в секунду. От этого зависит обтекание на стабилизаторе. На 12-м основным фактором, обеспечивающим большую вертикальную без разгона скорости полета, является торможение воздушными винтами. Кабина наполняется нестандартными сигналами. Рита добросовестно выдает экипажу предупреждение. Мы в крутой нисходящей спирали. Такой заход специфичен и труден. Но во время войны тут он спас не один экипаж. Падающую камню в машину тяжело прицелиться и попасть. Если не пользоваться тренером, усилия достигают 60 килограмм. Что затрудняет пилотировать? Груди! 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 Ну я вижу, полностью судимся. Снижайся! Мы выходим из крутого снижения не над приводом, как в Афганском заходе, а чуть дальше. Нужно еще погасить скорость, выпустить шасси и закрытки. Ну вот где-то так выглядит заходом 12-го на посадку с максимальным градиентом снижения. Высота 7000 метров потеряна практически за один виток спирали. Примерно себя. На торец, на торец. Примерно себя. Примерно себя. Тримерный, выравнивый, выравнивый, тримерный, трgovernевый, тренер. Тримерный, тр meas shult. Ниже тренер, 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 тренер. Тример. Крутой! Подержи! Соро внутренней. Такие заходы можно выполнять только после контрольных полетов. Машину нужно понимать и чувствовать, так как даже при даче газа на выводе из крутого свежения самолет по инерции дает просадку от 180 до 280 метров. Пока идет разгрузка, инженер по АО и РО меняет пленку Ка-363, который записывает высоту, скорость и перегрузку в полете. Информация записывается методом царапания параметров полета на отмытую фотопленку. Привор относится к средствам объективного контроля. Его показания вместе с МСРП-12 и записями магнитофона МС-61 могут пролить свет на события, происходящие на борту перед аварией или катастрофой. На обратную дорогу нам приготовили три тяжеленных ящика общим весом почти 10 тонн. С помощью самолетных электрических лебедок затаскиваем их в грузовую кабину. Чего сломалось? Пока ничего. Рулить самолет чешских ВВС. Ну он-то что тут делает? И каким ветром его занесло? Взлетающий самолет прикрывает пара Ми-24. Процедура, в общем-то, довольно сомнительная. Ну лупанут по взлетевшему самолету. Как его в вертушке защитят? Будет уже поздно. Точ تع distances. Процедура, в общем-то. Руллинг в полосе. Самолеты-вертолеты садятся и взлетают непрерывным потоком. Получили команду немедленно взлетать. Не успев установить машину по осевой линии, выполняем процедуру Роллинг Старт. Взлет без остановки на ВПП, почти с левого ее края. И такое бывает. Тут уж не до инструкций и не до мер безопасности. На осевую линию выходим в процессе разбега. А дальше обычный взлет. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Наша извечная проблема в Кабуле, груженными, а дай волю коалиции, она бы погрузила свои железяки на крышу, не можем перетянуть через второй хребет. Отворачиваем вправо и по долине набираем высоту. Отворачиваем вправо и по долине набираем высоту. И даже тут горы ну совсем рядом. Наш груз ожидают в Швеции, в Эребра. Большинство рейсов в Афганистан именно оттуда. Следуя по воздушной трассе, нам необходимо подсесть для дозаправки в турецком Трапзоне. Попали в неприятную ситуацию. Вылетая из Кабула, мы не получаем информацию о погоде в пункте назначения. Пользуемся только телефонной информацией от коммерсантов. Вот и подставили. Безоблачно. Видимость более 10 километров. Но боковой ветер такой, что аэродром закрыт. И никого не принимает. На стоянках нет ни одного самолета. Расположен на небольшом выступе в Черное море. У подножия горы Калатага. Высота которой 3410 метров. Длина ВПП 2640 метров. Начинается и заканчивается обрывом. Долго пришлось уговаривать РП, чтобы тот дал разрешение на посадку. Без снижения, в результате чего, подошли очень близко к полосе. И теперь, выпустив шасси и закрылки, приходится камнем падать к земле. До Анкары и Стамбула уже не дойти. Так выглядит посадка Ан-12 при боковом ветре. Как сейчас можно говорить, 15+. После посадки основная задача уговорить руководителя полетов, чтобы он нас выпустил в воздух. В чем мы глубоко сомневаемся. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...